Детонация У каждой команды по три космические станции. В центре карты появляется бомба, которую можно загрузить на борт корабля, дотащить до вражеской станции и подорвать её. КОМАНДА Начнём с перехватчиков и самых быстрых штурмовиков. В начале боя они, сломя голову, несутся в бомбе, чтобы захватить её первыми. Причём, в отличие от маяка, здесь захват нельзя сбить. Кто пришёл первым, тот и забрал. Зато бомбу можно отнять. Достаточно либо убить владельца, либо заставить сработать его аварийный барьер. Тогда бомба тоже упадёт. Ну хорошо, бомбу забрали. Что теперь с ней делать? Для начала понять, что для всей вражеской команды вы теперь цель номер один. Поэтому первым делом отходите к ближайшим союзникам, чтобы они прикрыли вас от неминуемой атаки. Также будьте осторожны, чтобы случайно не обронить бомбу. Это может случиться при использовании некоторых способностей, например, генератора метастабильного поля, модулей невидимости, в том числе адаптивного камуфляжа диверсанта, а также микроварпа разведки и боевой перезагрузки ударного штурмовика. Проще говоря, почти всё, что помогло бы вам скрыться с бомбой, приведёт к её потере. Плохая новость для любителей адаптивного щита. Бомба снижает скорость передвижения корабля и адаптивные щиты откажутся работать. Поэтому подумайте, стоит ли её брать самому или оставить союзнику, взяв на себя роль огневой поддержки. Ну вот вы с бомбой успешно отступили к союзникам. Теперь давайте осмотримся по сторонам. Вернее, по миникарте. Обычно самая лучшая цель — одна из боковых станций, где поменьше противников. Сходу лететь на центральную не стоит и пытаться. Точка возрождения врагов там находится совсем рядом. Выбирая маршрут, по возможности обходите основное место сражения, используя укрытие и рельефы. Модули, как вы помните, не помогут. Когда подойдёте к станции, потребуется некоторое время для установки бомбы. Можно использовать в качестве укрытия и саму станцию. Но не прижимайтесь к ней совсем уж вплотную, иначе враг достанет вас торпедой или генератором аномалии. Но бывает и так, что бомбу захватил противник. Первым делом, конечно, стоит попытаться её отбить. Но если враг ушёл далеко, бросьте, не стоит лететь за ним. Даже если вы сумеете уничтожить носителя, опасный груз тут же подхватит другие игроки вражеской команды. Так что признайте для себя – всё, упустили. Скоро появится вторая, и вам лучше присоединиться к сражению за неё. Пока враг с бомбой отображается на миникарте, он не представляет серьёзной угрозы. А вот если его нигде не видно – это тревожный знак. Срочно надо искать, иначе жди беды. Сам маяк при этом охранять довольно бесполезно. Выбывая из главного боя в центре карты, вы ослабляете команду. Да и, кстати, не факт, что сможете убить подрывника в одиночку. Поэтому гораздо эффективнее перекрывать само направление. Тогда при появлении носителя бомбы у команды будет достаточно времени, чтобы принять меры. В команде обычно есть хотя бы пара опытных пилотов, которые сделают то же самое. Так что просто возьмите на себя направление, которое сейчас пустует. С быстрыми кораблями разобрались. А что всё это время делают фрегаты и те штурмовики, которые недалеко ушли от фрегатов по скорости? Их первоочередная задача – занять центр карты, где появляются бомбы. Тогда каждая следующая ваша. А это очень серьёзные преимущества. Кроме того, из центра удобно поддерживать атаки или возвращаться на защиту станции со своим дальнобойным вооружением. Если удастся продавить команду противника достаточно далеко, это полностью развяжет руки союзным перехватчикам. Разумеется, саму бомбу фрегату лучше не трогать. Шансы дотащить её при вашей скорости откровенно неважны. Но если по каким-то причинам всё-таки пришлось её взять, лучшей тактикой будет прямой лобовой удар на какую-либо станцию. Пометьте её маркером, чтобы союзники понимали, куда вы собираетесь идти и постарались организовать вам прикрытие. Если соберётся достаточно сильная группировка, подобная тактика может сработать. Если ваша команда так или иначе всё же упустила пару подрывников, и станции у вас осталась всего одна, тяжёлым кораблям достаётся ещё одна важная роль. Встаньте на охрану станции и держите оборону, пока быстрые перехватчики пытаются сравнять счёт. Только, конечно, скапливаться всей командой не надо. Будет достаточно одного-двух крепких фрегатов. Остальные нужны в бою на передовой. Напоследок несколько общих советов, которые пригодятся любому классу. Во-первых, не забывайте о фрагах. Ведь в случае паритета по станциям этот параметр станет решающим в выборе победителя. Кроме того, после каждой смерти время возрождения растёт. Значит, планомерное истребление врагов усиливает позиции вашей команды. Во-вторых, постоянно оценивайте обстановку. Она непрерывно меняется. Если у врага осталась всего одна станция, и вы лидируете по фрагам, спокойно идите от обороны. Пусть проигрывающая сторона сама к вам летит. И наоборот, если у вас всего одна станция, а у противника две-три, нет никакого смысла всей командой становиться на её защиту. Враг выждет, и вы проиграете по таймауту. В-третьих, правильно подбирайте корабли для этого режима. Лучший выбор — инженер, как и почти в любом другом бою. Второй по эффективности — разведчик. Огромная дальность радара позволит видеть все передвижения противников. А микроварп не только даст вам шанс овладеть первой бомбой, но и позволит мгновенно перемещаться по карте для защиты союзных станций. На этом всё. С вами была Игромания. Увидимся в космосе! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok